Организатор акции, Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал. По инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Егор Наумович Рыбин ушел на фронт в 1941 году. Ефрейтор, командир отделения 551-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 16 июля 1943 года. Похоронен в деревне Малая Шубия Смоленской области. Анатолий Тимофеевич Мамаев воевал в качестве наводчика миномета 288-й стрелковой дивизии. В начале января 1944 года дивизию отправили в наступление для снятия блокады Ленинграда. Дивизия Анатолия Тимофеевича также принимала участие в боевых действиях в Польше, Германии, Австрии и Румынии. Дошел до Берлина. Был дважды ранен в боях. За боевые заслуги в годы войны был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. Орденом славы 3-й степени. Борис Иванович Копочинских принимал непосредственное участие в окружении и ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровских войск в составе 1-го Украинского фронта. Воевать приходилось на пределе человеческих возможностей. Село Дошуковка неоднократно переходило из рук в руки, но в итоге победу одержала Красная армия. В тяжелом бою Борис Иванович был тяжело ранен. В журнале боевых действий его записали убитым, но он еще 4 дня боролся со смертью в госпитале, пока сердце не остановилось при проведении хирургической операции. Петр Григорьевич Чудиновских. Родился в деревне Вязовка Халтуринского района Кировской области. Ушел на фронт в составе 311-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Ленинградском фронте в районе станции Чудова. В августе 1941 года был ранен. После ранения воевал в 357-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за город Ржев. Под селом Белое снова получил ранение. После госпиталя освобождал город Великие Луки, Псковская область. С 1943 года по 1945 освобождал территории Белоруссии и Прибалтики. Евгений Иванович Вязников, лейтенант, командир взвода 4-й стрелковой роты 364-го Ломжинского краснознаменного стрелкового полка. В бою за высоту 145 16 марта 1945 года со своим взводом окружил отдельный дом и захватил в плен трех немецких солдат. Будучи раненым на поле боя, осколком снаряда в лобно-височную область с повреждением мозга не оставил поле боя до тех пор, пока не была взята указанная высота. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова